Добрый вечер! Малопонятное и трудновыговариваемое слово для большинства из нас – каучсерфинг. Оно добрело наконец-то и до окраинного Преамурья. Каучсерфинг – это одна из крупнейших в мире гостевых сетей, которая объединяет в своих рядах 3 миллиона человек. Эти люди готовы бесплатно друг для друга предоставить и стол, и кров. Пионерка амурского каучсерфинга Наталья Давыдова сегодня ответит на наши простые вопросы. Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, в русском языке что-то есть, синоним этого каучсерфинга, язык сломаешь, прости господи? Ну, я не знаю, как насчет синонима, но это слово, английское слово, состоит вот из двух слов. В переводе кауч – это диван, а сёрфинг – это скольжение. Скольжение по диванам. Да, скольжение с дивана на диван. Потрясающая философия жизни. Почему вы стали стать частичкой этих трёх миллионов, которые разбросаны по всему миру? Ну, во-первых, я вам сразу хочу сказать, что я не пионерка. В Преамурье. Я не пионерка. В Преамурье мне рассказали об этом явлении, и люди такие уже были. Ну, немного, вот когда я регистрировалась в 2011 году, на этом сайте было около 30 человек зарегистрировано. А сейчас, на данный момент, где-то 150. В Преамурье. В Благовещенске, да. Ну, мне рассказали, и эта идея меня вдохновила, что можно просто приехать в гости к человеку. Ну, в моём миропонимании, мировоззрении, это нормально и естественно. Ну, вот вопрос вам все задают, я не исключение. И аудитория сейчас смотрит и думает, ну, не страшно ли ехать в гости за тысячи километров, не понять кому? Мало ли, что я пишу на интернете. Я замечательный писатель, но полная дрянь в душе. Бывает и такое. Ну, это у нас везде в жизни есть, да, там на заборе что-то написано, а там дрова лежат. Ну, вы же от этого не перестаёте жить, и вы же не перестаёте, ну, заниматься своими делами, чем вы занимаетесь. То, что вам интересно, так и тут. Когда вы в туру фирму обращаетесь, вам тоже пишут, и вы не знаете, что там есть. Там какие-то гарантии есть, там есть договоры, я пойду в суд хотя бы. Ну, знаете, лучшие гарантии, чем добрые взаимоотношения, чем вот искренность от человека к человеку, быть не может. Там люди делают за деньги, а здесь люди делают, потому что им это интересно, просто от души. И правильный вопрос, ну, как ты можешь знать? На сайте зарегистрировано много людей, и когда ты куда-то едешь, ты вот ввёл там в поиски... И смотришь, что тебе предлагают в этом регионе, допустим. Да, то есть ты вводишь город, куда ты едешь, вот тебе вышло там, например, там, я ввела там любой город, вот какой вы меня там спрашивали. Киев, Париж, там, не знаю. Вот Киев я ввела, 8402 человека. Готовы принять? Готовы принять, да, они зарегистрированы там. И я из этих 8402 человек, я могу выбрать человека, любого, да. Смотрите, предложения разные, у кого-то комната в общежитии, у кого-то загородный дом, я не знаю, у кого-то квартира, правильно? Ну да. Вы выбираете, что вам удобнее. Ну вот смотрите, у меня комната в общежитии, я могу только вас так принять. Но хочу отдыхать в отдельной комнате загородного дома. Неравный брак, получается. Ну это же не значит, что вы мне, я вам. Это открытая сеть. То есть я могу путешествовать по загородным домам, но взамен предлагать только свою кровать. Совершенно верно, вы можете вообще ничего не предлагать, если у вас негде вообще принять. Даже это не обязательно. Не обязательно совершенно. Вам даются только возможности. Вы можете просто встретиться с человеком, попить чай и кофе, который приехал в ваш город, и пообщаться с иностранцем, да, и вот культура этой страны. Наталья, а кроме места, так сказать, где переночевать, есть там какие-то правила, вы обязаны предоставить человеку какую-то еду, какую-то культурную программу, внимание какое-то уделить или нет? Нет, не обязаны. Вот в этой системе нет обязательств, ну кроме, конечно, некой ответственности, если ты человеку сказал да, что ты его принимаешь, что он на тебя рассчитывает, да. Вот, а так вообще нет обязательств. Я не должна кормить, я не должна поить, я не должна водить по экскурсиям. Масштаб гостеприимства. Я могу это делать, если я хочу, если у меня есть на это время, и все. И точно так же и люди, когда приезжают. На сайте каждый пишет, описывает свой диван, у кого там коврик для кухни, у кого особняк. И, ну, я уже могу. Ну, вообще, как по мне, то я смотрю на интересы человека, я еду к человеку. У меня... Ширина дивана и ворс ковра, это... Да, у меня это не сильная волна. Это кто-то может выбирать по этим критериям. У каждого свое. Но здесь есть единственный момент, который очень важен. Это не бесплатная гостиница. Это важный момент. Если у вас цель путешествия, ну, вам надо, чтобы вы приехали, и вас никто не трогал, и вы вообще не намерены общаться, то вам не сюда. Вам лучше, правда, в гостинице заплатить деньги. А здесь предполагается взаимообмен. Общение. Общение, да? Люди тебя принимают, потому что ты... У вас был опыт такого общения? Вы ехали, отдыхали где-то, ездили? Ну, конечно. Я присоединилась к этому движению в 2011 году, и как раз моя история в этом движении началась с того, что я поехала на Филиппины. Мне очень захотелось. Тропический остров, пальмы, вот этот образ рая. Для меня это был вот так вот, образ рая. Он во мне внутри жил давно, но я не решалась. А тут, когда я увидела человека, к нам в Благовещенск заехал человек, который филиппинец, консул или посол, не знаю, кто там, Филиппин. В Благовещенске. И он фанат каучсерфинга, поэтому он давал пресс-конференцию в Амгу там. И я пошла, меня позвали туда. Я когда задала вопрос, а сколько стоит вообще, ну, доехать-то до вас, у нас есть стереотип, что это дорого. И когда он сказал, что это стоит 100 долларов, у меня был никаких шок. До Филиппин добраться? Да. Вот от нас, у нас же тут Китай рядышком. То есть Пекин, Манила. Кайхэ на Пуми перевозят дороже. Да. До Москвы доехать дороже. Да про Москву речи там. Там, в какой-то санаторий поехать дороже. А вот Пекин, Манила, он тут же посмотрел. Да. И я пришла домой, там, стало вызвание своих друзей. Хорошо. Вы принимали гостей? Ну, да. Вот вы знаете, вот все говорят, наш там благовещенец, благовещенец далеко. Ну, вот за два месяца уже три человека иностранцев здесь было. И я вот с ними взаимодействовала. И два человека, с которыми я не взаимодействовала, ну, они были... Взаимодействовала, то есть принимала? Ну, да. Они жили у вас в доме? Да. У вас какая квартира? Трехкомнатная квартира. Много народу там живет, кроме вас? Ну, вот когда приехал ко мне на Новый год мальчик из Америки, ну, была я и девушка с ребенком. Потом, когда приехала девушка Хестер из Голландии, вот это было в январе месяце, в конце января, ну, было еще как-то теснее. Ну, не трудно. Ну, я ей сразу сказала, ну, у меня есть только вот матрас постелить на пол, ну, у меня сейчас нет места. Но ей было интересно именно со мной пообщаться, ну, по тем характеристикам, что я написала на своем сайте. И она сказала, я согласна, матрас мне это устроит, все окей, скажет. Наташ, ну, неужели не страшно ключи от квартиры оставлять совершенно незнакомому человеку? На, заходи. Ну, во-первых, ключи от квартиры оставляются далеко не всегда и не всеми. Вот, и если человек у меня там три дня живет, я и ключи от квартиры не оставляю. Мы с ней согласовываем там какие-то передвижения. Вот. А то, что, ну, человек живет у меня, ну, а скажите мне, что она может мне сделать? Что угодно. Ну, что угодно. Жизнь такова, вот недавно там кто-то познакомился с кем-то, 180 тысяч увез гость через двое суток, полиция и пожарные еще. Ну, так таким же образом у вас могут украсть это и в любой день. Для этого не надо приезжать из Голландии, знаете, чтобы украсть какие-то ваши деньги или что-то. То есть туристы, если брать статистически и объективно, да, гораздо менее вероятно, что туристы там откуда-нибудь из Англии или из Голландии позарятся на ваши какие-то тысячи. То есть, как я говорю, всегда убивают быстрее в родном подъезде обычно. Конечно. Ну, вы же ходите по улице, хотя там статистика убийств. Ваши планы ближайшие, это не обычные грани вашей жизни. А планы? А вот в конце марта приезжает наш Благовещенск, молодой человек из Франции. Я обязательно с ним встречусь. Что вам это даст? Вот это общение с этим неизвестным молодым человеком из Франции? Ну, как минимум, практикум английского языка. Кстати, что стоит довольно большие деньги пообщаться с носителем языка, да, многие платят за это большие деньги. То есть, когда ты просто общаешься свободно с человеком, это практикум языка. А как максимум? А как максимум, новое открытие новых возможностей. Та же Хестер, которая у меня была, она мне дала новое открытие вот в моих жизненных планах. То есть, через каждого человека открываются какие-то двери? Да. Потому что, ну, то, чем она занимается, созвучно то, что интересно мне сейчас на данном этапе. Все не случайно. И все люди, к которым мы приезжаем, и которые соприкасаемся, это не случайно всегда. Наталья, наша программа выходит в канун 8 марта от телекомпании «Альфа-канал». Примите от нас вот эти цветы. В вашем лице мы поздравляем всех амурчанок с весной. Здоровья, добра, любви и хороших гостей. Благодарю вас. Благодарю вас. Всего доброго, всем добра и здоровья. О прекрасной половине нашей аудитории любите и будьте любимы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова